Привет всем! Вы на канале СтепТоп. Начало недели и сразу хочу пожелать всем зрителям этого канала успехов во всех задумках и отменного здоровья. Чтобы вирус обошел вас и нас стороной и все забылось как кошмарный сон. И чтобы карантин сняли и все кто болел выздоровели. А ролик этот я снимаю по случаю того, что сегодня 23 марта. Событий в этот день за всю историю человечества было много, но выбрала я всего два. Те, которые для всех нас важны. Ну уж второе событие затронуло каждого человека без исключения. А первое это для любителей кино. Но, как оказалось, хотя я этого не знала, но вот нашла такой факт. Сегодня день рождения Акиры Курасавы, японского режиссера. То, что он творил, его гениальные кинокартины, это сложно превзойти по качеству, по стилю. И это фильмы, которые никем никогда не забудутся. Если смотрели, то запомните надолго. У него свой неповторимый стиль и подчерк. Его ленты входят в золотой, а может быть и в платиновый фонд кинематографа. И все это по праву. И я его работами восхищаюсь однозначно. Артхаус стала смотреть за поем. И произошло это после просмотра короткометражки Дэвида Линча под названием «Бабушка». Я смотрела этот фильм с выпученными глазами и не могла поверить, что такое может быть. И что какой-то фильм может мне настолько перевернуть мозг, сознание и вообще все вокруг. Мне там настолько было все понятно и в точку, что потом пересмотрела еще несколько фильмов Дэвида Линча. Потом перескочила на Ворхула. Потом начала взахлеб смотреть Тарковского, Федерико Феллини. До одури люблю фильмы Кимки Дука. Это вообще что-то нереальное. Фон Триер меня убивает каждым своим фильмом. И после просмотра его фильма, любого фильма, я хожу как чумная. Не в себе. Что «Меланхолия», что «Нимфоманка», что «Антихрист». Его все фильмы один лучше другого. И невозможно забыть вообще никогда. Ну, я восприимчива, поэтому фильмы Фон Триера меня просто разят на повал. Ну и чтобы осмелиться посмотреть очередную картину, мне надо очень много времени. Но день сегодня все-таки посвящен Курасаве. Поэтому, если не смотрели вообще ни одного фильма, обязательно сделайте это. И уж разошла об искусстве речь, то именно в этот день, 23 марта, но только в 1841 году, в Лондоне, Ричард Берт открыл первое в Европе фотоателье. И вот кто бы мог подумать, что фотография настолько продвинется, и что теперь даже каждый детсадовец сможет пользоваться телефоном и снимать фотографии. Ну, значение фотографии играет огромную роль в Инстаграме, например, да и в других соцсетях. И все еще набирает обороты. Конечно, качество иное. Аппараты и оборудование для профессионалов стоят бешеных денег. А любители могут щелкать себя бесплатно с утра до вечера. Для кого-то это бизнес, для кого-то профессия, для кого-то просто развлечение. Вот такой интересный день и события, что первое, что второе, связанные с искусством и чем-то визуальным. Еще раз пожелаю приятной недели, доброго здравия и хорошего самочувствия. Пока и увидимся завтра.